а друзья последствия одесского дождя одной из заваленных деревьев у нас же как шикарный лес дорогой вырубают десятками гитаров а гниляк кому он нахер нужен главное вырубить лес вытащить бурштин спиздить песок деньги мвф а деревья гнилые да и хуй на них да вот так чуть кого-то блять не привалило одно из упавших дерев деревьев под моим домом блять зато мы пилим млять качественный хороший лес дуб сосну а постричь ветки сделать инспекцию по гнилым деревьям старым уставшим некому да и нахер не надо идем европу хули 7 мильными поваленными деревьями да уж печалька ну ждем м3 а поутру одесса проснулась 13 октября 2016 просто охуеть вот она та самая разруха в головах всего руководства вильной незалежной украины вот он результат трех лет хозяйствования новой демократичной прозападной проевропейской власти страна в которой всем все похуй страна в которой мне невыгодно государству добывать нефть газ бурштин лес все банкротится все пилится буквальном смысле и переносном и вывозится за границу не а старые гнилые деревья в то же самое время спилить некому ну да все в шприделе пилят пилят все что можно начиная от бюджета и кончая карпатскими лесами да я вам так скажу по новое гидные и святые и Та людина, которая хочет чем-то отрезняться от тварины, должна иметь человеческую совесть, человеческое достоинство. И люди, которые по полгода, по году продолжают работать, не получая зарплаты, или сознательно работая на 70 долларов в месяц, при наших тарифах, недостойны жить по-человечески, по-европейски. За это нужно бороться. Свои права нужно отстаивать, свое право на просто элементарную человеческую жизнь.